Та ця хао! Привет всем любителям электроавтопрома из Китая! Сегодня на нашем канале нетрадиционный обзор электрокара из Поднебесной. Это будет не один большой, а сразу несколько мини-обзоров электрокроссоверов, которые сейчас находятся в нашем салоне. А мы самый крупный импортер электромобилей в Украине – компания Volt Auto. Впереди много интересных моделей, поэтому, как говорят в Китае, цоупа! Поехали! Для начала мы покажем вам все модели, которые на данный момент есть в салоне. Первым мы видим доступный электромобиль Dongfang E1. За ним стоит Nissan из Китая, модель Sylphie EV. Синий – это у нас популярная электромодель JACS4. А следующий белый – это еще один японец из ГНР, отлично сбалансированный по цене электрокроссовер Honda MNV Sport EV. А вот еще один белый и еще один электрокар от совместного предприятия. В этот раз Dongfang и Peugeot и производимый в Поднебесной Европеец – модель E2008. Теперь пройдемся по другой стороне. Два первых авто – это снова, как у нас говорят, JACS4. Это популярная модель в Украине. Далее перед нами компактный кроссовер Neto V. И завершает ряд крупный красный электрокроссовер от концерна SAIC или SAIC. Но модель с названием европейского бренда – это Maxus Aionic 6. С него давайте и начнем нашу серию мини-обзоров. Знакомьтесь, электрический кроссовер Maxus Aionic 6. Maxus – это британская торговая марка, которая принадлежит выженазванному концерну. Под этим брендом ранее производились фургоны в Бирмингеме. В 2008-м компания обанкротилась, и с 2010-го английский бренд входит в состав концерна Shanghai Automotive Industry Corporation или же SAIC. Aionic 6 базируется на новой платформе Maxus Mera. Она разработана китайской компанией и собственными силами. Модульная архитектура позволяет создавать как машины с ДВС, так и гибридные или, как в нашем случае, полностью электрические авто. Китайский концерн провел премьеру электрического кроссовера Maxus в конце апреля прошлого года. Модель Aionic 6 – это добротный среднеразмерный кроссовер со следующими габаритами. Длина 4 метра 73 сантиметра. Ширина 1 метр 86 сантиметров. Высота 1 метр 73 сантиметра. Колесная база 2 метра 76 сантиметров. Электромобиль получил один мотор, он установлен на передней оси. Мощность 130 киловатт или 177 лошадиных сил, а крутящий момент 310 ньютон-метров. На выборы есть батареи емкостью 52,5 киловатт-часа или 70 киловатт-часов. Они гарантируют пробег по заявлению производителя 350 и 510 километров соответственно. Цикл NEDC. Время зарядки с 30 до 80 процентов емкости аккумулятора занимает всего 30 минут на мощной станции постоянного тока. От этого солидного авто давайте перейдем к более скромному, но не менее интересному. Это доступный электрокроссовер Netta V. Молодой производитель Hosen Auto получил известность на рынке после выпуска второго электрокара. Им стала модель Netta U, и о ней мы уже рассказывали в конце зимы в одном из обзоров. Сегодня же у нас на очереди его третья модель. Знакомьтесь, компактный электрокроссовер Netta V. К слову, эта модель делит одну платформу HPC с Netta U. То есть подвеска и многие узлы более доступной модели такие же, как и у более дорогой, что приятно радует. По подвеске. Спереди стойки McPherson, сзади полунезависимая подвеска на продольных рычагах. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние – барабанные. По габаритам имеем следующее. Длина 4 метра 7 сантиметров, ширина 1 метр 69 сантиметров, высота 1 метр 54 сантиметра. Колесная база 2 метра 42 сантиметра, клиренс 146 миллиметров. Есть два варианта мощности электродвигателя. Первый – это 40 киловатт или 55 лошадиных сил. Второй – 55 киловатт или 75 электролошадок. Сразу скажем, что даже младшего мотора достаточно для комфортной езды по городу. И все потому, что крутящий момент электродвижка для нас доступен весь и сразу. Максимальная скорость у кроссовера – 102 километра в час. Для этого электромобиля обещан пробег 300 или 400 километров. И все благодаря современному литий-ионному аккумулятору. К слову, в Китае производитель дает пожизненную гарантию на батарею, но только если вы являетесь первым владельцем авто. Хозен явно уверен в своей продукции. Если говорить о емкости батареи, то это 31,2 киловатт часа или 38,5 киловатт часа. Немного, но и электромобиль тоже небольшой. То есть 300 или 400 километров, как заявляет производитель, кроссовер действительно может проехать на одном заряде. Но, конечно, эта цифра получается только при условии, что скорость постоянная и не выше 60 километров в час. У этого электромобиля из Китая также есть одна фишка в салоне. Сидя за рулем впервые, не сразу понимаешь, чего не хватает. А не хватает приборной панели в классическом понимании. То есть за верхней частью обода руля нет ни аналоговых, ни цифровых приборов. Вся информация о скорости или режиме движения отображается на вытянутом экране перед лобовым стеклом. Решение очень интересное, как и весь электромобиль. А следующий электромобиль уже стал очень популярным у себя на родине. И все благодаря доступности цены и техническим характеристикам, которые предлагает производитель. Если вы хотели увидеть настоящий народный доступный электромобиль, то герой этого обзора именно то, что вам нужно. Компактный кроссовер Dongfei E1 пришел на смену популярной китайской модели Renault KZE. Электрокар с шильдиком Renault в первую очередь выделялся на рынке своей доступностью. В случае с Dongfei E1 вы за эти же деньги получаете еще больше. Более дешевыми могут быть только электросити-кары типа Wu Ling Mini EV или Ling Bao Coco. Однако они не могут идти ни в какое сравнение вот с таким компактным электрическим кроссовером. У электромобиля один электромотор на передней оси. Его мощность 33 киловатта или 44 лошадиных силы. Понятно, что это не слишком высокий показатель, но такой мощности для городского авто вполне достаточно. С таким движком электрокроссовер показывает максимальную скорость 105 километров в час, а разгон до 50 километров в час занимает 6 секунд. Если говорить об аккумуляторе Dongfei E1, то тут все тоже хорошо. На борту литиевая батарея емкостью 27 киловатт-часов. Производитель отмечает, что одного заряда хватает на 300 километров пробега. Подсчет производился по циклу MEDC. На то, что это именно современная батарея указывает не только ее химия, но и функция предварительного прогрева. Отметим и дополнительную защиту аккумуляторного блока, который, к слову, не было у китайской модели с европейским лого в виде ромба. Далее пойдет речь, как мы уже сказали, об очень популярной в Украине модели китайского электромобиля. Компания JAC Motors или же Tianghui Automobile Group Corp презентовала серийную модель электрического компактного кроссовера S4 на шанхайском автосалоне в 2019. Потом электромобиль встал на конвейер, и сейчас его можно купить и в Украине. К слову, на родине он пользуется популярностью, так что в салонах не застаивается. Полностью название этой модели звучит как JAC IEV S4. Она построена на базе топливной модели S4. Конечно, так как это электрический кроссовер, то нет надобности в традиционной решетке радиатора. Поэтому в передней части автомобиля ее заменила шестиугольная пластина. По ее центру за логотипом бренда расположены два зарядных порта. В целом экстерьер у электромобиля интересный и привлекает взгляд. И это закономерно, так как в случае с этим авто JAC работал с дизайнерами из европейских ателье. Электрокар имеет синхронный двигатель на передней оси мощностью 110 кВт или же 150 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 150 км в час. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 63,5 кВт обеспечит дальность хода 470 км по циклу NEDC. Аккумулятор оборудован системой водяного охлаждения или подогрева. При желании эту систему данной модели можно отключить. В салоне еще стоит отметить люк с электроприводом. Также электроприводом оборудованы и сидения первого ряда. Кресла мягкие и с комфортной боковой поддержкой. Для задних пассажиров места предостаточно. Продолжим наш сюжет рассказом о японской электромодели, которая производится в Китае. Электрический кроссовер MNV Sport EV – это результат работы совместного предприятия Tongfang и Honda. Эта модель еще новичок на рынке, так как она встала на конвейер в Китае только в ноябре прошлого года. В Поднебесной эта электромодель продается под давно известным брендом Си Мил Чи. Эта марка принадлежит концерну Tongfang, поэтому на капоте модели нет логотипа Honda, несмотря на то, что предприятие совместное. Впрочем, главное то, что электромобиль получился хорошо сбалансированным по дизайну тех характеристикам и цене. Привод у электрокроссовера передний. На оси установлен движок мощностью 120 кВт или 163 лошадиных силы. Его достаточно как для ежедневной езды по городу, так и для поездок между городами. Крутящий момент электромотора 280 ньютон-метров. Максимальная скорость приятная 140 км в час. До 50 км в час электрокар разгоняется за 4 секунды. С батареей у электромобиля тоже все хорошо. Ее емкость 61,3 кВт часа. Потребление 13,7 кВт на 100 км пробега. В Honda утверждают, что модель может проехать 480 км на одном заряде, а наполнить батарею под завязку от бытовой сети вы сможете за 9 часов. В Китае производитель дает гарантию на аккумулятор 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Понятно, что это не актуально для других стран, но дает понимание о том, что производитель уверен в своем электроавто. Находясь в салоне, сразу же понимаешь, что эта модель не просто так имеет в своем названии слово «хонда». Все материалы отделки на уровне хорошего японского авто, все подогнано и собрано идеально. Некий дизайнерский стиль также присутствует. В салоне сразу же обращает на себя внимание панорамная крыша. Она небольшая, но если она есть у электромобиля из Китая, то значит авто имеет статус выше среднего. И последний электрокроссовер нашего выпуска также родом из другой страны, но производится в небесной. Перед вами электрический француз из Китая. Это кроссовер Dongfang Peugeot E2008. Как понятно из названия модели, его выпускает и продает в КНР совместное предприятие Dongfang Peugeot Citroën Automobile. Сразу хотим обратить ваше внимание на логотип в виде льва спереди. Он дихроичный. Это означает, что он поглощает и отражает разные части спектра светового потока. А если говорить просто, то он меняет цвет при взгляде под разными углами. Электрический внедорожник построен на последней разработке французов – платформе Common Modular Platform. Кроссовер получил один электродвигатель на переднюю ось. Его мощность – 120 кВт или 163 л.с. Крутящий момент – 260 Нм. Разгон с нуля до 100 км в час – 9 секунд. Максимальная скорость – приличная 150 км в час. Следует сказать, что эта модель электромотора хорошо себе зарекомендовала и устанавливается сейчас на большинстве как легковых, так и грузовых моделей у французов. В авто стоит трехкомпонентная литиевая батарея общей емкостью 50 кВт-часов. Рабочая же емкость, как отмечает производитель, это 45,2 кВт-часа. На одном заряде электрокроссовер проедет 360 км. Расчет производился по циклу NEDC. Батарею можно зарядить на 100% от бытовой сети за 5 часов с помощью бытового настенного зарядного устройства мощностью 11 кВт, то есть от сети переменного тока. На станции постоянного тока вы получите 80% емкости батареи всего за 30 минут. Благодаря жидкостному охлаждению у аккумулятора этой модели не будет проблем с перегревом. Внимательные зрители спросят, а как же Nissan Silfy EV? Нет, мы не забыли про эту модель. Но о ней мы как раз готовим подробный большой обзор для нашей большой коллекции электромобилей из Китая. К слову, с гордостью скажем, что именно у нас самая обширная коллекция обзоров китайских электромобилей. На данный момент их у нас уже 49. И именно в нашей коллекции вы найдете детальные обзоры на все электромобили, которые вы видели в сегодняшнем сюжете. Понравился один из сегодняшних электрокаров? Вы можете его купить прямиком из Поднебесной у нас, самого крупного украинского импортера электромобилей из Китая, компании Volt Auto. Если появилось желание узнать актуальную цену на любое авто, то напишите нам в удобных для вас соцсетях или же на нашем сайте. Мы обязательно перезвоним вам и ответим на все вопросы. А если хотите детально рассмотреть представленные сегодня электромобили, тогда приглашаем вас в автосалон Volt Auto. Наш адрес город Киев, улица Бориспольская, 26 Д. А на этом у нас на сегодня все. До встречи на нашем канале в еженедельном новостном дайджесте. Как всегда, по вторникам. Зайден!